У присутствующих очно я уже поинтересовался. Давайте-ка вы мне теперь контингент в зуме. Отправьте-ка вы мне в чате гигиенечку, если вы знаете, что такое ядерный магнитный резонанс. Можете это рассказать. И нолик, если не знаете. Поэтому что-то в чате я ожидаю получить от всех, кто слышит меня. А вот есть еще EPR. Да, есть EPR. О, пока по нулям. Ну, это на самом деле очень хорошо, потому что иначе можно было лекцию закончить за 10 минут, и мы бы просто разошлись. А так надо работать. EPR – это электронный парамагнитный резонанс. И электронный парамагнитный резонанс – это тоже очень важно, но в нашем курсе он мимо. Не знаю, может быть, через годик я сделаю лекцию по EPR. Ну, не важно. Хорошо. Значит, ну у нас сегодня опять спектроскопия, но я должен, конечно, сразу сказать, что эта спектроскопия, она принципиально достаточно сильно отличается от того, что было у нас ранее. Ну вот мы начнем прямо с определения, а потом попытаемся понять, как это определение связано с реальной жизнью. Зачем все это нужно? По определению, что такое EAMR – ядерный магнитный резонанс? Ну вот то, что вы лицезареете на слайде, там написано, что это резонансное поглощение электромагнитной энергии в веществах, обусловленное ядерным парамагнетизмом. Что из этого определения можно вытащить? Что можно понять? Ну, во-первых, если это резонансное поглощение, стало быть, у нас будут наблюдаться какие-то линии. То есть, как обычно, у нас будет спектр, и спектры будут линии. И вот эти линии, они будут связаны с магнитными свойствами ядер. То есть, у нас ядерно-магнитный резонанс поглощают у нас ядра, и поглощают они при помещении в магнитное поле. Ну вот. Вкратце, если сказать, когда эти эффекты все были обнаружены. Впервые наблюдался ЕМР в молекулярных пучках, то есть, когда в качестве объекта исследования используется поток молекул, разгоняющихся за счет поля. И вот был такой Исидор Раби, который в 1938 году впервые поместил такой пучок в магнит, и, ну, он не первый поместил в магнит пучок какой-то частиц, но при этом он понаблюдал, что при помещении, соответственно, пучок начинает поглощать какую-то резонансную частоту. В 1938 году он это наблюдал, а в 1944-м он получил за это Нобелевскую премию. И, соответственно, две группы, где-то это 1945-1946 года, они работали тоже над наблюдением ЕМР, и они впервые продемонстрировали эффект ЕМР в своей конденсированной фазе. Вот, такие фамилии, как Блох и Паксел. Второй, на самом деле, может быть, вам известен, если вдруг кто-то читал Берклиффский курс физики. Никто не читал такие учебники? Очень хорошие учебники общей физики. Я не знаю, почему-то у нас открыли кабинет. А сфера была ухвана. Слушайте, я не знаю. Посмотрите. Не уверен. Вот, и, соответственно, они тоже получили Нобелевку за эти исследования в 1952 году. И, на самом деле, если мы пойдем дальше, то за технику ЕМР было, по-моему, получено еще минимум две Нобелевские премии. То есть, вообще говоря, эта область фигменауки, она богата на очень большие открытия с большими применениями. Но вот что нам нужно знать про магнитные свойства ядер? Во-первых, ядра имеют свой спин. Точно так же, как электроны. И характеризуется этот спин с помощью I, то есть спинового квантового числа. Вот, эти спиновые числа, они для разных ядер могут различаться, да, и принимать различные значения. Ну вот, если мы возьмем какое-то выделенное направление и будем это спиновое квантовое число на него проецировать, то мы получим 2 и плюс 1 проекции, и они будут от I до минус I через единичку, и, собственно, это будет набор магнитных квантовых чисел. Ну вот, полнейшая аналогия того, что вы должны были в курсе физики точно для электронов рассматривать. И что-то вам может сейчас вспомнить, например, про эффект Зеймана, про расщепление линий в магнитных полях. Но это линии эмиссионных атомов, и там расщепляются, соответственно, электронные состояния. А здесь мы говорим, что мы работаем с состояниями ядер. Значит, с точки зрения магнитных свойств, нам важным параметром является масса ядра, то есть мы можем глобально определить массы на четные и нечетные. Это будет, соответственно, зависеть от количества протонов и нейтронных ядрах. И у нас есть, соответственно, для нечетных масс будет характерен полуцеллость спины ядра, то есть смотрим на левую колоночку. И при полуцеллость спины ядра принципиально не обязательно одна вторая, но вот для наиболее интересных нам атомов, точнее, ядер атомов, а это 1H13C19F31P, то есть видите, там масса, она вся нечетная, для вот этих четырех ядер спин является одна вторая. То есть понятно, что проекции спина будут одна вторая и минус одна вторая, соответственно. И при четной массе ядра у нас есть два случая. Четная масса ядра может реализовываться за счет нечетного количества протонов и нейтронов, либо за счет четного количества протонов и нейтронов. И тогда, если мы посмотрим на колоночку с нечетным количеством, то там спин ядра будет целой. Ну, к примеру, может служить какой-нибудь дейтерий. То есть у дейтерий у него один протон, один нейтрон. Спины у них получаются параллельны и вместе дают единичку. А в случае четного количества протонов и нейтронов у ядер всегда нулевой спин ядра. Ну, значит, у нас есть условно зеленая часть таблички. Это ядра, от которых мы можем наблюдать сигналы ЕМР. И красная часть таблички – это ядра, которые моргит на неактивные. И вот если просто посмотреть на список элементов, которые я привел, это углерод, водород, фтор, фосфор, кислород. Вот как вам кажется, для какого типа веществ данная методика нашла особенное применение? Как бы такие вещества как перенували? Да, органика. То есть спектроскопия ЕМР – это стандартный метод исследования молекул, который, ну, скажем, ну, он один из решающих методов для расшифровки структуры, наблюдения разных взаимодействий и так далее. Про это чуть подробнее. То есть первое, что надо понять про этот метод – это в абсолютном большинстве случаев, ну, это не правило, это не строго, это правило, но в абсолютном большинстве случаев он применяется к молекулам органических веществ. Ну, давайте дальше еще, что мы можем, глядя на эти варианты атомов, посмотреть. Например, у нас есть в зелененькой области 13С, а в красной области 12С, да? То есть 13С и 12С углерод, понятно, что они отличаются количеством нейтронов в ядре, да? И, соответственно, один из этих изотоков, он более распространенный, а другой менее распространенный. Ну, вот из курса школьной химии вы, наверное, должны знать, что 12С, да, это распространенный изотоп, а 13С, он что-то там процент или меньше составляет, я не помню, можно посмотреть. То есть, короче говоря, для, допустим, наблюдения сигналов EMR от углерода, вы будете наблюдать сигналы только от очень малой доли изотопов, которые находятся в составе вещества, да? Поэтому принципиально сигналы от углерода достаточно слабые, например, по сравнению с водородом. Вот, ну, опять же, далее, что можно сказать, что фтор и фосфор, это, конечно, частые участники молекул, вот, но 1H, он для нас в роганике фактически по умолчанию, и фактически то, что мы сегодня будем обсуждать, это выделяется в такую область, как PMR, протонный магнитный резонанс. Вот, и самые частые спектры ядерного магнитного резонанса, которые исследуются, это спектры на протонах, ну, то есть на ядрах вода. Окей, значит, у ядра есть магнитный момент, который связан, собственно, со спином. Вот, магнитный момент, ну, здесь есть, очевидно, правило квантования под корнем. Ну, вот здесь есть приведенная постоянная планка и гамма. Гамма – это константа, которая характеризует какое-то конкретно взятое ядро, то есть является характеристикой, допустим, вот протона, ядра водорода. И называется она геомагнитное отношение. Измеряется в радианах на секунду на Тесла. Вот, и... Ну, можем посмотреть в табличке, что для 1H ядра – это 26,8 на 10,7. Для других ядер, у которых больше масса, это геомагнитное отношение, оно уменьшается. Вот, это принципиально влияет на диапазон частот, в которых будут наблюдаться эффекты, связанные с резонансным поглощением. То есть, это, скажем так, тоже определяет особую роль протонов в формировании спектров ядерного магнитного резонанса. Окей. Ну, собственно, вот такой картки Линбес по магнитным свойствам ядер. А теперь, собственно, сама суть явления EMR. Да, в чем она состоит. Когда мы помещаем ядро, имеющее спин, во внешнем магнитное поле, то за счет того, что у ядер есть магнитный момент, создаваемый спином собственным, ядра ориентируются вдоль направления поля. На самом деле, у нас два возможных значения для магнитного числа, поэтому у нас часть ядер ориентируется по полю, часть против. Это конкретно случай для ядер со спином 1,2. То есть, понятно, если у нас будет, допустим, единичка, то возможные значения 1,0, минус 1. Да, то есть, больше вариантов, но, опять же, да, то есть, про холмы это наше все, поэтому конкретно сегодня мы говорим. Вот. И двум этим ориентациям будет соответствовать разные значения энергии. То есть, вот то, что справа нарисовано, так стандартно изображается. Вот есть какое-то значение энергии при внешнем поле, равном нулю. B нулевое у нас сегодня будет обозначать внешнее магнитное поле. И при помещении в какое-то B нулевое у нас происходит расщепление, и формируются два состояния. Состояние альфа и состояние бета. Это тоже стандартная нотация для эмберских транскопий. Соответственно, у нас есть два уровня энергии, и между ними есть зазор равный очню. Да, и вот это резонансное поглощение, оно как раз таки будет происходить между этими двумя уровнями. Значит, ну вот важным моментом является вопрос о том, в каком, собственно, диапазоне мы работаем. Да, то есть, у нас с вами была там и световая спектроскопия, и где-то там рентгеновские спектры, и спектры ЭК, и так далее. Значит, величина энергетического зазора, она связана с двумя величинами. Во-первых, тем самым гермагнитным отношением, да, то есть мы видим здесь прямая пропорциональность в верхней формулке. Вот наше гермагнитное отношение. Поэтому чем больше это гермагнитное отношение, тем больше расщепление, да, поэтому протоны характеризуются большим расщеплением. И здесь есть напряженность внешнего магнитного поля, да, который у нас это расщепление вызывает. Вот, соответственно, опять же, чем больше, чем сильнее мы прикладываем поле, тем сильнее расщепляются уровни протона. Ну, понятно, да, это дельта, я опять же, равно ошню, и мы можем вывести частоту, и частота эта будет связана, собственно, с бета-нулевого, да, то есть B нулевое, то есть будет наблюдаться прямая пропорциональность. Ну, вот если посчитать величину этого расщепления, да, во-первых, здесь у нас в табличке в левом столбце это типичные значения магнитной индукции для магнитов, которые используются в такого типа экспериментов, это единицы и десятки Тесла. Это, на самом деле, очень сильные магниты. Не знаю, говорят ли вам. Да, мы с этим чуть-чуть. У Земли где-то порядка одного теста, да. У Земли? У Земли что-то типа 10 минус пятой Тесла. А кто знает, где вообще, вот, в технике можно из каких технических устройств выковырить мощный магнит? Кто знает? Это вопрос ко всем. Это... МРТ. Как это? МРТ, да. Из МРТ вы говорите магнит, но, слушайте... Нет, ну там есть магнит, в смысле, мощный. Они, по-моему, где Тесла есть. Да. Вот вы знаете, кстати, МРТ это будет примерно то, чем мы сегодня закончим. Это прямо не имеет отношения к спектроскопии, но имеет прямое отношение к ядерным магнитным резонансам. Но я имел в виду что-то, что вы можете, вот, магнит, который вы можете получить себе, да, то есть никто вам не даст расковырять томограф, и там магнит висит, там, по-моему, сколько-то там, что-то такое. То есть откуда, из какого технического устройства можно вытащить магнит в машине? Что, не знаете, что ли? Оптического? Да нет, что, зачем оптики магнита? Ну, нужны, конечно. Так, о, на холодильнике магниты. Ну, слушайте. О, в компьютере, да, в компьютере есть мощный магнит. В колонке, нет, намного мощнее. Вот, жесткий диск, если вы расковыряете, там есть неодимовые магниты. Это примерно самый мощный магнит, который вы можете, ну, вот, достать откуда-то, не знаю, в обиходе без каких-то сложностей. Ух, сколько там компьютеров, сколько в них жестких дисков, да? Ну, если у вас SSD жесткий диск, не пытайтесь его расковырять, в SSD жестком диске магнитов нет. Ну, просто, чтобы было понятно, вот, напряженность у магнита, она будет что-то типа 1,1 Тесла. Вот, при этом они, ну, вот, например, если кто-то встречал эти магнитные игрушечки из таких шариков, вот, они тоже, вот, это неодимовые магниты. То есть, вот, у всех этих магнитов, это примерно для отвердотельных магнитов самое мощное, что можно сделать, поэтому, размерозависимость, но вот у них напряженности полей, типа, десятые Тесла. А здесь у нас единицы и десятки Тесла, да, то есть, это очень мощные поля. Ну, вот, и в таких полях, какие у нас будут частоты соответствовать? Ну, вот, смотрим вторую колоночку. Мы работаем в мегагерцах и мы говорим о сотнях мегагерцах. Это попадает у нас в ОВЧ, ОВЧ, это очень высокие частоты и ультравысокие частоты. В таком диапазоне работает, там, телевидение, радио, 900 мегагерц это одна из стандартных GSM-частот, то есть, это мобильная связь. Короче говоря, мы сегодня говорим о спектроскопии радиочастотах, да, то есть, источники и приемники излучения, которые используются в таких устройствах, это такие же источники и приемники, которые используются, не знаю, в ваших мобильных устройствах. А если мы посчитаем энергию, которая будет соответствовать таким переходам, то есть, некую энергию планта в данном диапазоне, да, то есть, мы смотрим на правую колоночку. Я уже надеюсь, что вы полюбили обратные сантиметры за время моего курса. Вот, и, что-то сомнение какое-то вижу на лицах. То есть, это будут сотые доли или тысячные доли обратных сантиметров, да, то есть, напоминаю, что какие-то вращательные переходы это единицы обратных сантиметров, колебательные это сотни и тысячи обратных сантиметров, а самые родные нам оптические переходы в видимом диапазоне это десятки тысяч обратных сантиметров, да, то есть, мы говорим об очень маленьких зазорах энергии с точки зрения той техники, с которой мы, как оптики, обычно общаемся. Ну, соответственно, вся эта спектроскопия, ее техническая часть, она, на самом деле, ближе, как бы, к радиотехнике, чем к каким-то оптическим устройствам. Окей, поехали дальше. Дальше. Это буквально пару слов, собственно, каков у нас механизм взаимодействия вещества с спиновыми состояниями ядер, да, то есть, если мы говорим про поглощение электромагнитных волн в видимом диапазоне вещества, мы говорим о том, что у нас есть вынужденные колебания заряженных частиц, да, это, не знаю, могут быть колебания ядер, если мы говорим про как область колебания электронов, если мы говорим про видимую область. То, когда мы говорим про переходы, связанные с ядерным магнитным резонансом, то считается, ну, то есть, модель, которая используется, это модель процессии магнитного момента во внешнем поле. Что подразумевается, да, поскольку магнитный момент не может ориентироваться параллельно полю внешнему, но он не может, потому что у нас должны быть квантованные величины проекции, да, то есть, вот одна вторая, международная вторая, то есть, поэтому ориентироваться он будет всегда под каким-то углом, вот, и, соответственно, у нас существует много ориентаций, возможно, ну, возможно, как на этот уголой момент можем ориентировать. Ну, вот, две штуки нарисованы на картинке, я сейчас вам попробую нарисовать еще, чтобы было понятно, о чем я отвечу. Принципиально, магнитный момент может быть ориентирован вот таким образом, как я нарисовал, ну, и на 360 градусов по окружности. Так вот, этот магнитный момент можно заставить прецессировать во внешнем поле, то есть, у нас есть поле, которое постоянное и, соответственно, которое вызывает у нас расщепление, это мощное поле, и у нас есть второе поле, менее мощное, которое мы модулируем, и это, скажем так, наш зондирующий сигнал. Вот это вот дополнительное поле внешнее, оно вызывает прецессию, прецессия это происходит на так называемой лармуровой частоте, и фактически эта частота соответствует с энергетическим зазором между уровнями. Вот, вот механизм, по которому это действует, это тот факт, что у нас получается момент силы, который действует во внешнем поле, да, это электронное произведение будет мю на б на б. Да, но б здесь это не б нулевое, да, то есть, это еще одно внешнее поле, о котором, ну, поглощение, о котором мы фактически наблюдаем в дальнейшем. Ну, и отсюда, кстати, понятно, что мы здесь наблюдаем взаимодействие с магнитной компонентой электромагнитной волны, да, то есть, а не селитрическая, как и мобильный плюс. Окей. Ну, вот, важным фактом в EMR-спектроскопии является то, что из-за ультранизкого энергетического зазора, ну, по сравнению там с электронными состояниями, у нас наблюдается очень интересная населенность энергетических уровней, да, то есть, если мы возьмем распределение Больцмана, у нас бета-альфа, да, это состояние верхнее и нижнее, и посчитаем населенность для, например, ягод протонов при комнатной температуре 293 Кельвина, и возьмем какое-то бета-нулевое, это достаточно мощный магнит, да, то есть, Сен-Тесла. Ну, вот, при таких условиях отношение будет равно 0,495, то есть, с ними словами, населенность уровней практически равноценна, да. А что это значит? Это значит, что практически 50% ядер в нашей пробе они проглощать не могут, да, они уже находятся в возбужденном состоянии. Более того, поскольку, ну, вы знаете, да, что между такими двумя состояниями инверсию населенности создать у вас не получится, да, это значит, что при внешнем воздействии максимально, чего можете вы достичь, это, ну, выровняться, да, то есть попытаться выровняться, приблизиться. То есть, иными словами, у нас только очень малая часть вот наших поглощающих центров в такой методике взаимодействует с зондирующим излучением. Отсюда проистекает тот факт, что методы EMR, они принципиально менее чувствительны, чем, допустим, методы оптической спектроскопии. Да, то есть, менее чувствительны, я имею в виду, что нужны больше концентрации образцов, чтобы наблюдать какой-то разумный сигнал. О, кстати, я вижу, что в чате было предложение брать магнит из холодильника. Слушайте, узнаете, сколько Тесла дает магнит из холодильника, это интересно. Домашнее задание для всех. Окей. Что еще добавить? А, вот что. Знаете, мы сейчас немножко вернемся обратно. Вот к этой табличке. Тут еще что можно сказать? Вот это величина расщепления при заданной величине поля. То есть, когда вы смотрите какие-то технические характеристики приборов, не знаю, захотели бы купить себе EMR-спектор, ну, допустим. И приборы эти помещаются как там 100 МГц, 400 МГц, в общем, в обиходе так и говорят, не знаю, допустим. 700 МГц-мегагерцовый EMR-спектрометр. Вот имеется в виду вот эта частота расщепления водорода во внешнем поле. И, соответственно, на самом деле эта частота говорит вам о том, насколько мощный магнит из холодильника используется. Хорошо. Значит, ну вот, смотрите. Представим, что у нас есть какой-то набор ядер. Они у нас произвольно ориентированы. И тут мы прилагаем внешнее магнитное поле. Они начинают ориентироваться. Можно ли предположить, что в, условно, какой-то первый момент после приложения поля у нас будет достигнута населенность уровней, которая соответствует определению больства? Какие здесь мысли по этому поводу? Да или нет? Ну, так они ориентированы хаотично в системе, да, то есть при основе внешнего воздействия. Ну вот, в аудитории я слышу хороший ответ, что им нужно какое-то время, чтобы ориентироваться в соответствии с... Ну, занять статистику, принять соответствующие статистики Больсмана. Да, это хороший ответ. И он предполагает необходимость каких-то механизмов, которые могут обусловливать обмен энергией между спиновыми состояниями ядер и внешней средой. И выделяют, собственно говоря, два таких механизма под названием спин-решеточная релаксация и спин-спиновая релаксация. Вот. Соответственно, спин-решеточная релаксация, она предполагает передачу энергии окружению, то есть некий размен на тепло. Ну, это решеточная, потому что как бы на некие колебания решетки. Понятно, что не всегда у окружения есть пристолическая решетка, но имеется в виду именно все-таки размен на нагрев вещества. Это первый канал, в общем-то, безозлучательных потерь энергии, на самом деле. То есть мы здесь тоже можем говорить о том, что есть безозлучательные потери энергии. И присваивают время T1, то есть T1 – это тоже стандартное обозначение, что-то типа хайерерикоэнеровой инвесценции, то есть вот T большой и индекс одинечка. Это время, которое характеризует спин-решеточную релаксацию. И у нас есть второй механизм по потере энергии – это спин-спиновая релаксация. Это обмен энергии между соседними ядрами, то есть у нас есть ядро протона, да, в возбужденном состоянии оно может отдать энергию соседнему, в каком-нибудь ядро протона получается своеобразная миграция, и потом это может разменяться на спин-спиновое состояние других ядер. И спин-спиновая релаксация, она тоже характеризуется временем T2, аналогично. И вот эти времена, они определяются как времена, за которые сбыток спиновой энергии уменьшается в е-раз. Но здесь вы тоже можете последить некую аналогию с временем жизни люминесценции. То есть, короче говоря, как только вы оставите систему в каком-то возбужденном состоянии, у нее тоже будет по экспоненте бывать количество спин-спиновых возбужденных состояний. Ну вот это на самом деле очень важно, то, что у нас может релаксировать что-то, да, потому что когда релаксируют, мы, соответственно, не получаем перезвученного сигнала. Во-первых, существует связь релаксации между временем жизни, связь между временем жизни и шириной линии, которая наблюдается. Связь там обусловлена соотношением неопределенности Гейзенберга, которая вам должна быть хорошо знакома. И полушарина линии, она будет пропорционально постоянной планка и обратно пропорционально T. То есть, короче говоря, чем больше у нас время релаксации, тем меньше полушина линии. То есть мы увеличиваем неопределенность времени и увеличивается определенность энергии. Ну, соответственно, и наоборот. Ну и можно вывести, соответственно, Дельта-Ню. Если вот это вот Дельта-Ни определенность энергии поделить на H, то получится диапазон частот, который примерно будет занимать линию. Ну вот если посмотреть на типичные величины Т1 и Т2 для твердых тел и жидкостей, то Т1 будет у нас для жидкости, что это порядка 10 минус 4, 10. И Т2 носит примерно такой же порядок. Ну и, соответственно, что еще надо тут сказать, что, конечно, диапазон что-то минус 4, 10, но вообще для жидкостей эти времена, они скорее имеют характеристику единиц. То есть они по диапазону большие, но если какое-то распределение этих времен посчитать, ну, построить, то это скорее единица. То есть в жидкостях спиновые состояния долго не релаксируют, то есть они долго живущие. Если они долго живущие, значит, соответственно, диапазон частот будет маленький. А вот в твердых телах там все не так. Там Т1, в принципе, может иметь какие-то порядки очень большие, зато Т2, спин, спиновая релаксация, она всегда очень сильная. Характерное время спиновой релаксации в твердом теле это 10 минус 4. И поскольку это 10 минус 4, то как раз-таки это время, оно обусловливает очень большую полуширину, порядка 10 в 3 герц для твердого тела. Соответственно, что мы можем отсюда понимать? Наблюдение ядерного магнитного резонанса для твердых тел, оно очень затруднительно, поскольку сигналы ушелены. В принципе, твердотельный ЕМР, он существует, но он требует каких-то особых технических приспособлений. В общем, короче, мы про твердотельный ЕМР не будем говорить. И поэтому жидкость, жидкость это, собственно, какие-то растворы и молекулы, это основной объект исследования при ядерном магнитном резонансе. Ну вот здесь есть два агрегатных состояния, и не хватает стандартного отреза, да, газа. Можно задаться вопросом, почему, собственно, здесь нет газа. С газами на самом деле все хорошо в плане полуширины линий, но типичная концентрация молекул в газе при нормальном давлении, она настолько мала, что просто банальная интенсивность сигналов ЕМР очень незначительная. Поэтому наблюдать сигналы ЕМР от газов возможно, но сложно, то есть требуется дополнительная подкачка, нагнетание к давлению и так далее. Поэтому принципиально газ нас тоже не очень интересует для данного момента. Окей. Ну вот, слушая вот эту часть лекции, о чем можно пока подумать? Ну хорошо, у нас есть протоны. Эти протоны расщепились во внешнем фоле, и они поглощают излучение. Протоны у нас все одинаковые, соответственно, у них одинаковые гермагнитные отношения, они все помещены в однородное магнитное поле, следовательно, все протоны будут давать одинаковый сигнал. Да, звучит логично. И что мы будем наблюдать в спектре? В спектре мы будем наблюдать что? Мы будем наблюдать одну линию, которая прямо пропорциональна напряженности магнитного поля. Спрашивается, зачем нам такая спектроскопия? Ну, такая спектроскопия нам не нужна. Ну вот, на самом деле, мы просто сейчас дошли до ключевого момента, который там и позволяет заниматься имя спектроскопией, то есть идентифицировать вещества, исследовать их структуру и так далее. Существует такое явление, которое называется химический сдвиг. Вот, и под химическим сдвигом принимается изменение резонансной частоты EMR из-за экранирующего действия электронных оболочек. То есть как это понимать? Электроны, которые двигаются вокруг ядера, они обладают собственными магнитными моментами, и за счет там орбитального и собственного движения они создают магнитные поля. Ну, у нас здесь действует принцип суперпозиции, который говорит о том, что нам нужно суммировать внешнее поле с локальными полями, сундаментными электронами. А поскольку локальное окружение разных ядер в молекулах отличается, да, от локального окружения разных, это значит, что экранирование от внешнего поля у нас будет отличаться. И это значит, что фактически помещая образец в однородное внешнее магнитное поле, у нас локальное магнитное поле в молекуле будет неодинаково, да, а неодинаковое магнитное поле равняется разному расщеплению для спинспиновых состояний. То есть вот если вы это поняли, то это, в принципе, не так сложно понять, на мой взгляд, но вот на этом эффекте основана вся EMR-спектороскопия, да, то есть когда мы видим разные сигналы в EMR-спекторах, это значит, что мы видим сигналы, которые соответствуют разному локальному окружению от ядер. Но этот эксимический сдвиг, он выражается в миллионных долях, определяется как дельточка, и у нас здесь есть отношение дельта-ню к ню нулевому. Ню нулевое – это некая эталонная частота, а дельта-ню – это на сколько герц от этой частоты мы сдвинулись. То есть нужно посчитать вот эту дельта-ню, отнести к ню нулевому и умножить на 10 в шестой. Но почему это еще удобно? Потому что измерять собственные частоты – это, скажем так, не очень хорошо, потому что тогда неизбежно надо указывать, какой магнит был использован, да, потому что в магнитных полях разной напряженности у вас будут наблюдаться разные частоты. А вот когда мы берем дельта-ню к ню нулевому и умножаем на 10 в шестой, то мы получаем величину, которая уже не зависит от величины магнитного поля. То есть вот эта характеристика, она обычно приводится на спектрах, и она будет одинакова, какой бы стеклометр вы не использовали. Но вот в качестве эталонной частоты на самом деле используют сигнал от молекул тетраметилсилана. Ну, наверное, чуть позже вернемся к этому факту, чтобы понять, почему так. Ну, что про эту молекулу можно понять? Что у нее есть 12 атомов водорода, и все эти атомы водорода, они находятся в одинаковом окружении. Давайте посмотрим, собственно, на типичный спектр EMR. Да, это протонный EMR. То есть что они собой представляют? У нас есть сдвиг в ТПМах, да, то есть химический сдвиг. По шкале отложен, мы уже знаем, что это такое теперь. И у нас есть молекула муравьиной кислоты. У молекулы муравьиной кислоты есть два протона, и один из этих протонов связан с кислородом, и один связан с углеродом. Соответственно, в спектре мы наблюдаем два пика, которые соответствуют этим протонам. На самом деле, по площади эти пики будут одинаковые, у них полуширины разные, но мы не будем взываться в такие детали. Пытаемся понять, собственно, ну вот, тут, конечно, подписано водород А и водород Б, и подписаны сдвиги химические, которые им соответствуют. Да, но попытаемся внести какую-то логику сюда. Вот эту логику я призываю вас попытаться понять, да, потому что я какие-нибудь такие задачки на интерпретации спектром вам дам на следующей рубежке. Поэтому сконцентрируйте все ваше внимание. Во-первых, вот у нас есть здесь нолик, да, ноль ППН. Если бы мы добавили в этот раствор эталон, то есть тот самый тетраметилсилан, то на нуле был бы дополнительный пик. Да, вот я его сейчас зелененьким нарисовал. И существует такая терминология, как область сильного поля и область слабого поля. То есть, в общем-то, так иногда и говорят, что линия сместилась в область слабого поля, линия сместилась в область сильного поля. Значит, что это за поля имеется в виду? Имеется в виду как раз экранирующее поле от электронов. И тетраметилсилан выбран в качестве эталона, потому что очень сложно найти какую-то молекулу, у которой поле было бы, условно говоря, сильнее, чем у тетраметилсилана. То есть, короче говоря, если мы возьмем тетраметилсилан в качестве эталона, то химические сдвиги будут положительные и направлены в одну сторону относительно него. А почему, собственно, так происходит? У атомов есть такая характеристика, как электроотрицательность. Что такое электроотрицательность? Давайте, что скажет Zoom контингент нам? Что такое электроотрицательность? Способность отрывать электроны. Отрывать электроны, сдвигать. Но вот вариант со сдвигать мне больше нравится. То есть говорят, что электронно-отрицательные атомы, они к себе перетягивают электронные оболочки. То есть, например, берем группу типа OH, и кислород, у него электроотрицательность больше, чем у водорода. И значит, электронное облако, которое соответствует связи OH, оно будет смещено в сторону кислорода. То есть будет такая делокализация. Так, это очень криво нарисовал кусочек молекулы тетраметилсилана. То есть понятно, что там симметрично есть еще три такие группы метидные CH3. Ну вот смотрите. Кремний, он обладает очень малой электроотрицательностью. То есть, с ними словами, кремний не тянет на себя электронные облака, связанные с CH-связью. Если он на себя их не оттягивает, это значит, что H в такой молекуле, они хорошо экранированы. То есть поле, которое экранирует, оно как бы сильное. Ну вот это в кавычках сильное, но это в принципе, это употребимо даже в научной периодике. В статьях так пишут, да, strong field. Но это, скажем так, больше таковая немножко обиходная. Когда ЕМР общаются в повседневной жизни, у них это сильное слабое поле вылетает через слово. Так вот, для этой молекулы тетраметилсилана это экранирующее поле сильное за счет того, что кремний на себя не оттягивает электронную плотность. Ну вот и теперь посмотрим на молекулу, для которой нам дан спектр, то есть молекула муравьинной кислоты. И здесь у нас есть два протончика, протончик А и протончик В. Ну вот для кислорода электроотрицательность, она больше, чем для углерода. Это значит, что кислород от протона очень сильно оттягивает электрическую плотность. И вот у нас протончик А, у него химический сдвиг, ну фактически 11. То есть он находится в слабом поле. А, соответственно, углерод, там связь не такая полярная. То есть мы как бы говорим здесь о степени ионности связи, да, вам могут быть знакомы такие термины. То есть поскольку углерод не так сильно оттягивает электронную плотность, то протончик В, он расположен как бы в более сильном поле, чем протон А. Ну вот на самом деле, примерно зная структуру вашей молекулы, вы, в принципе, можете предсказывать, какие сигналы у вас наблюдаются. И если вы произведете над этой молекулой какие-то манипуляции, ведете в нее заместители, она свяжется с каким-то там внешним объектом, образуют какие-то пластеры из водородных связей, все это заставит электронные облака изменить свою плотность, да, то есть как бы переориентироваться. И все это будет видно на спектрах ЕМР, да, поэтому по смещению сигналов, в принципе, можно предполагать, что у вас там какие-то связи образовались или какой-то новый продукт реакции. И все это происходит в растворе, да, то есть в отличие, например, от экоспектроскопии, где, конечно, тоже на полосы влияют связи и так далее, но экоспектроскопию в водном растворе проводить очень сложно из-за того, что растворитель сам обладает очень интенсивным програщением. Ну, хорошо, вот этот спектр ЕМР, он на самом деле очень простой. Когда у вас появляются более сложные спектры, ну, скажем, у вас более сложные вещества, да, то у вас в спектрах появляется такая штука, которая называется спин-спиновое взаимодействие. То есть что под этим понимается? Поскольку у ядер, ну, активных ядер, у них есть магнитные моменты, стало быть, они представляют собой миниатюрные магнитики, да. И когда у нас несколько ядер с магнитными моментами, они расположены рядом, то, соответственно, у нас на энергетические состояния спиновые, вот эти расщепленные состояния ядра влияют, во-первых, внешнее магнитное поле, которое их расщепляет, во-вторых, магнитные поля от электронов, которые экранируют, и, в-третьих, магнитные поля от соседних магнитных ядер, да, то есть это иногда называют протон-протонное взаимодействие, спин-спин. К чему это приводит? Это приводит к тому, что появляются дополнительные состояния энергии в системе, и линии начинают расщепляться. И вот это вот спин-спиновое расщепление, оно является мощным инструментом по определению структуры. Ну, давайте сначала поймем, что он себе представляет. Ну, вот то, что здесь написано, да, это взаимодействие проявляется в виде дополнительных экранных линий, их расщепления, да. Взаимодействие только между соседними ядрами, но там есть условное правило, что они должны располагаться через, там, максимум три связи. Если, там, три связи есть между ядрами, то вы ничего не чувствуете. Если две или одна, то вот они как-то наблюдаются. И, что важно, это расщепление, оно проявляется только при взаимодействии неэквивалентных ядер. То есть неэквивалентные ядра. Что это значит? Это значит, что если вы возьмете молекулу метана CH4, то все аши там одинаковые, то есть эквивалентные. Никакого расщепления не будет. Неэквивалентные ядра, они находятся в разном окружении. Вернемся, кстати, обратно. Здесь ядра, очевидно, неэквивалентные, но они расположены слишком далеко, поэтому они не щекаются. Либо расщепление настолько слабое, что просто разрешение скептометра было недостаточно, чтобы его пронаблюдать. То есть эффект, который имеет разное значение. Не только есть нет, еще и включен этот эффект. Нет, Юрьевич, а можно просто? Да, давайте. Можно предыдущий слайд, пожалуйста? Можно. Вот можете еще раз пояснить, почему, допустим, протон А, водород А, находится в более сильном поле? Протон А в более слабом поле находится. В более слабом? Да, в более слабом. Вот видите, снизу там подписано в условно слабое поле. Да, в более слабом, да-да-да-да. Да-да-да. Здесь немножко наоборот надо думать. То есть большой химический сдвиг равно слабое поле, да, это немножко инвертировано. Так, пояснить, почему это так? Ну, для этого вам нужно иметь понятие о том, что химические связи бывают разные, да, там бывают ковалентные, бывают ионные. И у ковалентной связи, в принципе, есть такая некая штука, как, ну, или ионной, степень ионности. То есть насколько действительно там электронная пара перешла от одного атома к другому. И, соответственно, вот кислород, он достаточно сильно оттягивает электронное облако от водорода и как бы обнажает его для внешнего магнитного поля, да. Поэтому инкормируется слабо. Объяснение понятно или еще пояснить? Да. Более-менее. А С, получается, не так сильно оттягивает электронное. Да, да. Ну, на самом деле, можно набрать электроотрицательность, вас бросит на какую-нибудь страничку в Википедии, где будет табличка этих электроотрицательностей. Может, стоит только смотреть ее на английском, я не уверен. Вот. И там можно посмотреть, какие атомы, они обладают большой электроотрицательностью, и вы поймете, что это галогены, то есть какой-нибудь фтор, хлор, брон. Йод – это кислород, да, то есть это атомы, которые акцептируют к себе электроны, то есть вытягивают на себя электронную плоскость. То есть, получается, вот это все напрямую зависит от электроотрицательности атома? Ну, да, степень деэкронирования будет зависеть от того, с насколько электроотрицательными атомами связаны протоны. Ну, водород. А вот, допустим, если мы смотрим на водород B, у нас там C связан двойной связью с О. Это как-то будет влиять? Это будет влиять, потому что, ну, есть, с одной стороны, некая локальность, то есть самые сильные воздействия, они, естественно, приходятся на непосредственно связанные атомы, да. Но ведь если представить электронную плотность вокруг молекулы, она будет, ну, она, собственно, описывается воловой функцией, да. То есть это некое вероятное распределение, какое-то вот электронное облако со своей плотностью. И в там области, где О, где кислород, да, то есть электроотрицательные атомы, сейчас возьмем. Новый, неизведанный ранее цвет оранжевый. То есть вот какая-то вот эта область, она будет для электронов, скажем, более вероятна. То есть сюда будет утянута электронная плотность, да. Будет область высокой плотности. Поэтому, ну, да, молекулы, в принципе, там через одну-две связи, наличие кислорода, оно тоже будет влиять, то есть он будет оттягивать на себя плотность от H в том числе. Но самый важный параметр это вот с чем атом непосредственно связан, да. То есть ближайшие соседи самое большое влияние оказывают. Как-то так. То есть получается интерпретировать, допустим, спектр нам поможет им знание электроотрицательности соседей. Ну да, конечно. Конечно. Спасибо. Ну, надо понять. Так. Всем, кто интересовался, обычный магнит на холодильнике имеет 5 микротесла. Ну, вот видите, да, 5 микротесла. А нам нужны единицы и десятки тесла, чтобы эти расщепления наблюдать. Хотя понятно, что при 5 микротесла магнит-то тоже будет расщеплять просто зазорчик очень маленький. Окей. Ну, давайте поехали. Гранемся к спин-спиновым эффектам. Ну, вот посмотрим на молекулку слева. В ней есть только один водород, и это водород, который подписан как водород А. И у нас есть атомы хлора и брома, которые как раз они электроотрицательные, они на себя стягивают водород. Вот для этой молекулки слева у нас, соответственно, наблюдается только один пик. А вот молекула справа, в которой мы бром заменили на водород, там, соответственно, наблюдается два дублета. То есть называется дублеты. Ну, просто водородика. Ну, на второй картинке просто не подписано, что 1А, 1Б, то есть как-то надо было. Как личное имя этого водорода в конкретном данном случае, никакого смысла, но не несет физического. Вот, то есть в молекуле справа там два водорода. Причем эти два водорода, они неэквивалентные. Вот это как раз к вопросу о том, как влияет мне непосредственно. То есть непосредственно-то они связаны с углеродом, но углерод дальше связан с разными атомами. Атомы эти имеют разную электроотрицательность, и у хлора она больше. Вот, поэтому они декранируются по-разному, и, соответственно, они неэквивалентные и вызывают друг с другом спин-спиновые взаимодействия. Вот, и мы начинаем наблюдать те три дублета. То есть если мы видим дублеты, мы уверены, что это не два разных протона, то мы можем предположить, что вот через максимум три связи от этого водорода должен быть другой водород. И вот на самом деле, рассматривая эти дублеты и прочее, в том числе специалисты по ядерному магнитному резонансу, они решают структуру. То есть как это длить структуру молекулы, например, снимая спектр ЯНР. Ну и рентгеном, конечно. Получается, вот у нас как бы есть, были бы две линии нерасчепленные за счет того, что у нас было водородика, и они чувствуют друг друга и расчепляются, получается, уже четыре линии. Да, да. Смотрите, вот у нас здесь два цели непосредственно связаны. Если бы мы эти цели как бы раздвинули, ну, напихали туда бы еще углеродов, но как бы надо, чтобы не было побочных водородов. Если бы мы их раздвинули, то эти дублеты, они пришли бы к синглетам, то есть к одиночным. То есть, да, вот еще раз, тут прям нужно, как матрешка, поле внешнее, которое расщепляет, магнитное, поле магнитное, которое экранирует от электронов, это два, и три, это магнитное поле, которое создают сами протоны, и которое действует друг на друга. То есть вот это вот спин-спиновое взаимодействие, это, естественно, взаимодействие полей протонов. Получается, у Грома больше или у Грома не так? Что это? У Хлора больше. У Хлора больше. То есть, смотрите, вот Хлор, он изначально был на левом спектре, вот тут 6,5 и как бы левее от него. Вот здесь у нас 6,5, и вот левее это сигналы от Хлора, то есть они в слабом поле. Да, то есть они расщепляются, но принципиально они остаются на более-менее том же месте. Прямо как штархи, которые не перекупиваются при электронных состояниях. Да, то есть у нас вот две линии, потому что, ну, в смысле, от двух водородов линии на разных местах, потому что один водород связан с углеродом-сбором, а другой с углеродом-склором, и у них еще двух лет из того, что вот... Их два, и они взаимодействуют. И они неэквивалентны. И у нас, на самом деле, есть правило, по которым мы можем посчитать количество линий. И вот мы сейчас придем на этот слайд, называется N плюс 1 правило. И оно нам гласит, что количество полос, ну, имеется в виду, на которое расщепляется какая-то линия, оно равно N плюс 1. А N, я так думаю, есть очень известный, очень популярный портал N плюс 1, может, они так поэтому назвали. Вот, но, в общем, N – это количество протонов, которые вызывают это расщепление. То есть у нас бывают там дублеты, триплеты, квартеты и так далее, на самом деле, и квинкеты, и секстеты, и септеты в этих секциях. Ну, молекулка, в которой у нас есть три эквивалентных H, как бы на CH3 группе, и вот еще два эквивалентных H. Вот, и, соответственно, на H, которые там розовеньким залиты, на них действует три неэквивалентных водорода. Соответственно, N плюс 1, получается, у нас наблюдаются четыре линии, естественно, да, более а вот не четыре линии, естественно. А на те водороды, которых три, они в голубой заливке, они действуют только два. Получается, N плюс 1, получается, триплеты. Соответственно, вот эти спектры могут иметь очень сложную структуру, особенно если вы возьмете какой-нибудь белок, да, где будут сотни полос. Вот, но мы, естественно, посмотрим на простые примеры, потому что спрашивается, зачем вам сложные? Захотите, почитайте потом. Да, окей, значит, ну, что, давайте, наконец-то, Indent. А как, собственно, устроены приборы, которые отизмеряют? Вообще говоря, несложно. Вообще говоря, несложно. Сердцем прибора является электромагнит, который создает внешнее поле. То есть вот то, что обозначено как электромагнит. У него есть два полюса, и между этими полюсами мы помещаем пробирку с образцом. Пробирка с образцом помещается в катушку, которая будет создавать нам внешнее зондирующее магнитное поле. Значит, к этой катушке подводится генератор переменного тока, который, понятно, что должен работать на частоте нашего ядерного магнитного резонанса, чтобы происходило поглощение, и там еще есть приемное устройство. Я сразу скажу, что я здесь не буду сильно вдаваться в эти радиотехнические детали. Вот. Ну, в общем, антенны, катушки и прочее. Не знаю, мосты радиотехнические. Короче говоря, чтобы понять технику, то есть, короче, источники, приемники излучения в данной области, нужно заниматься радиотехникой. Да, мы все-таки оптики, я считаю, что много излишней. Так вот. Значит, мы сейчас обсуждаем спектрометр, спектрометр, который называется ямер-спектрометр с непрерывной разверткой радиочастоты или с непрерывной разверткой магнитного поля. Исторически такие спектрометры были созданы первыми, и на самом деле на данный момент практически они вышли из употребления. Ну, то есть, их можно встретить, но они занимают очень малую долю, потому что у них там есть очень технические недостатки. Ну, в общем, в чем состоит суть измерения? Вы помещаете ваш образец, вот как первый вариант, в постоянное магнитное поле B0, да, то есть, вот, постоянное магнитное поле. Соответственно, у вас наблюдается набор резонансного поглощения, да, с разными частотами. И вы начинаете в генераторе переменного тока плавно менять частоту, да. Когда у вас нет резонанса, то на приемном устройстве вы наблюдаете какой-то постоянный сигнал. Потом вы начинаете менять частоту поля, соответственно, у вас переменное поле катушки создается, которое воздействует на образец, и при совпадении частот приемное устройство вам говорит о том, что у вас энергия этого поля начала куда-то стекать, да, то есть появляются потери. Короче говоря, происходит поглощение. Вот так вот проходим плавно по частотам, которые ожидаются для резонанса при выбранном B, и получаем набор частот, на которых происходит поглощение. Либо второй вариант, можно постоянно задать постоянную частоту генератора переменного тока и менять напряженность B0 на электромагните. И тогда при каких-то B0 у нас будут тоже наблюдаться потери в энергии. Собственно, непрерывная развертка имеется в виду, что мы фиксируем один параметр и плавно меняем данный. Значит, на данный момент у нас, скажем так, лидирующим или доминирующим прибором, типом приборов является импульсный EMR-септрометр. Значит, что у нас в импульсном варианте происходит? Точно так же есть электромагнит, в который мы помещаем пробирку с образцом. И в данном случае образец, он облучается мощным импульсом, там, по-моему, десятки ваттов используются мощности в импульсе, длительностью порядка 10-50 микросекунд. При такой длительности для радиочастотного диапазона у вас происходит уширение спектра за счет принципа неопределенности. То есть мы делаем короткий импульс, в нем наблюдается большой набор частот. Что это значит? Это значит, что таким импульсом мы можем возбудить резонанс одновременно в, условно говоря, всех протонах, которые находятся в образце. Значит, эти протоны перейдут в какое-то возбужденное состояние, то есть мы нарушим естественное распределение их по энергиям, и затем они начнут релаксировать. Будут какие-то безлучательные потери, связанные со спинно-решеточной и спинно-спиновой релаксацией, и какая-то часть будет перезлучена в виде электромагнитного излучения, которое будет антенкой уловлено и выведено на осциллограмм. Что же мы на осциллограммах будем наблюдать? Ну вот примерно такую штуку, которая изображена на картинке справа сверху. То есть у вас будут затухающие колебания с уменьшающейся амплитудой. Ну что? Что вам говорит ваша интуиция, уже набор ваших знаний? Что мы сделаем с такой осциллограммой? Какие идеи? Апоксимилы. Что скажет Zoom? Что будем делать с осциллограммой? Погибающую смотреть. Это если бы мы хотели узнать, как бы словно время жизни. В гармонике будем смотреть фурье, ее разобьем, посмотрим гармоники. Вот, делать фурье преобразование. Кто говорит фурье, тот молодец. Делать фурье преобразование. Вообще говоря, такие импульсные емер-спектрометры иногда еще называются импульсные фурье-спектрометры, чтобы подчеркнуть важность фурье. То есть, в данном случае у нас, ну, как бы даже на первый взгляд, на глаз я так вижу, что здесь одна гармоника, да, так на взгляд делая преобразование фурье. То есть, понятно, что этот затухающий сигнал может иметь очень сложную форму, да, если там множество частот. Но в итоге их можно разложить на гармоники и получить частотный спектр. Вот, а мы, собственно, хотим получить частотный спектр и понять, на каких частотах у нас находится резонанс. Какое очень большое преимущество данного метода, да. У нас измерение занимает очень незначительное время, только несколько секунд, да. То есть, на самом деле, ну, время, которое необходимо, чтобы ядра колоксировали. Это связано с временем Т1-Т2. И мы измерение можем повторять. И тогда амплитуда сигнала у нас растет пропорционально количество измерения, а амплитуда шума пропорционально корню из количества измерений. И тогда, проводя измерение снова, снова и снова, мы можем получить очень хорошее отношение сигнал-шум к, при, скажем, таком же времени сканирования, как там и для вот этой поточечной развертки, непрерывной развертки по частотам. Ну, и, короче говоря, у нас такое же преимущество фурейской троскопии, как и для приборов, которые работают в ИК-поглощении. Ну, и давайте, что сказать, да. Пару слов про магниты, да, потому что магниты – это сердце прибора. Магниты, они говорят нам о том, насколько он качественный, насколько большое расщепление может быть, и на том, насколько он дорогой будет прибор. Ну, вот что исторически. Можно, конечно, использовать постоянные магниты, да, типа вот неодимых магнитов, и, в принципе, для них, ну, какие-то характерные величины – это десятые, но вроде как до одного Тесла можно сделать постоянный магнит, чтобы у него поле напряженности была одна Тесла. Это, скажем так, маловато будет, и еще будет большой, тяжелый, неудобный. И в данный момент, скажем так, вот, ну, стандартом, да, вот здесь стандартом являются электромагниты на сверхпроводниках. То есть, был еще этап развития техники, когда использовались просто электромагниты, да, то есть не на сверхпроводниках. Что такое электромагнит? Это соленоид? А, да? Конечно. За счет тока? Да, чем больше у вас там сила тока, тем больше будет напряженность магнитного поля. Ну, не ел никогда, можно на гвоздик катушечку намотать. Записывай, да. Где там список стоят. Потом подключите это к батареечке, и этот вот гвоздик начнет у вас другие гвоздики притягивать. Ну, так же электромагнитные краны работают, собственно, да, электромагнитные захваты, все, электромагнитные. Их можно включить и выключить. Не знаю, но видите, вот на третьем курсе дожили. А вот вы как сами-то, сами-то это удовольствие вам пускали? Это какие-то очень лишние вопросы. Ну, электромагнит мне этот, я в детстве с руководством моего родителей. Что говорите? Росли в научной обстановке, так сказать. Ну, знаете, шутка такая, у нас в семье горе, папа и мама инженеры. Вот, шутка про меня. Окей. Ну, эта шутка должна быть принятным выходцем Советского Союза или тем, кто знает, какие зарплаты будут. Вот, все, мы заговорились, мимо. Так вот, был этап развития техники, когда использовались… Давайте мы сейчас это, флешбеки, придержите свои флешбеки, вот, и обратимся. А вы знаете, нас еще и люди слушают. Так вот, был этап развития техники, когда в качестве магнитов использовали просто электромагниты. И для электромагнитов, ну, условно, обычных, ну, это цифра немножко из головы, то, что я читал, по-моему, до где-то двух Тесла можно достичь напряженности магнитного поля. Но в чем там проблема? Проблема в том, что, чтобы достигать большой напряженности магнитного поля, вам нужно пропускать большой ток через катушку, да? Ну, через замкнутый контур. А если вы пропустите большой ток, тогда чего? У вас проводник будет греться. И, пытаясь увеличить напряженность магнитного поля, вы в итоге вы расплавите. Все, это имеется в истории. А вот электромагниты на сверхпроводниках, они, соответственно, обладают нулевым сопротивлением, и они не греются. Поэтому токи можно пропускать огромные и получать напряженности полей от, там, единиц до десятков Тесла. Ну, вот 20 Тесла, 21-24, что-то такое, это предел на данный момент. Но этот предел повышается постепенно, потому что я где-то там читал книжку 2009 года, то есть, казалось бы, ну, 10 лет назад было. Там что-то предел был написан 17 Тесла или 15 Тесла, а там прошло 10 лет, да, плюс парочку Тесла накинули. Обычно это какие-то сплавы, не обе титан, не обе станом, вот. Ну, и что нужно понимать про сверхпроводимость, это то, что работает она только в поличинистских температурах. Ну, конкретно, проводники, которые используются в магнитах, кстати, это верно и для МРТ, да, то есть, вот, магниты в МРТ, это тоже магниты на сверхпроводниках. Они работают при температуре жидкого гелия, вот. И внешний контур таких магнитов все дополнительно охлаждается жидким азотом, чтобы уменьшить скорость испарения гелия. Как это происходит? Этот контур, он находится у вас в жидком гелии, и фактически его в процессе сборки подключают к источнику тока, а потом просто отключают, замыкают, и у вас ток бесконечно движется по этой замкнутой петле, поскольку сопротивление на гелия. То есть, вот там годами просто ток по этой петле бегает и создает магнитное поле. По-моему, это довольно прикольно. Старые электроны. Что старые электроны? Электроны стареют, да, от трения поистирается он немножко, хотя там же нулевое трение, поэтому... Какие новые? Готель Бетрея, Салары, я тут годами учатся на массу. Ну вот. Какие электроны? Вам нужно нарисовать, Михаил, вам нужно нарисовать комикс, чем занимаются электроны сверхпроводняющих магнитных, да, то есть их беседы и прочее. Ну вот. Соответственно, время от времени к этим объектам нужно и жидкие азоты, и гелии подливать, да, что вообще говорит, крикает. Сынил Яшин крикает. Вам тоже нужно подключаться к чатику, чтобы вы могли в чате еще участвовать. Короче говоря, время от времени туда нужно заливать жидкие газы, чтобы ваша система случайно не нагрелась, потому что если она нагреется, то сверхпроводник тут же перестанет быть сверхпроводником и начнет греться. И гелий очень быстро испарится и практически произойдет выброс гелия. Это не очень приятно. На этот случай имеют вытяжку в этом помещении обязательно, которое должно сработать, потому что... Ну, гелий вообще вредный или нет, что скажете? Шарики. Вот, вот вы не пробовали, а вот шарики, да. У меня вообще с экспериментами это подвижение. Ну, поэтому вы теоретик, видимо. Еще не поздно, еще не поздно стать экспериментальным. Ну, да, то есть любители подышать шариками гелиями понимают, что просто, казалось бы, смешной голос будет и ничего страшного, да. Но если у вас сколько там, десятка или сотен литра этого гелия быстро кажется в помещении, то он будет из них воздух и выдохнет. Вот. Поэтому, в общем, установка любых этих приборов, она требует, на самом деле, еще хорошего помещения. Вот. Окей. Давайте уже пора заканчивать. Закончим мы магниторезонансной томографией. Закончим магниторезонансной томографией. Как эта штука устроена? Во-первых, вы точно знаете все, что есть такой прибор, я полагаю, да, но я думаю, что не очень понимаете, как оно работает. Работает оно на явлении ядерного магнитного резонанса. Причем она не называется магниторезонансная томография, чтобы там не было слова ядра, потому что слово ядро пугает обывателя, он думает, что там все радиоактивно и боится лезть в эту штуку. Я не шучу серьезно, поэтому так называется именно магниторезонансная томография. Значит, как эта штука устроена? Там есть, во-первых, магнит на сверхпроводнике, да, как в EMR-спектрометре. Он создает у нас расщепление, да, то есть мы туда помещаем какой-то живой образец. Вот, живой образец наполнен водой, то есть очень много протончиков, они начинают щепить, ну, то есть ориентироваться по магнитному полю. Вот. И что очень важно, у нас здесь есть второй источник магнитного поля, градиентный, да, то есть источник градиентного магнитного поля. То есть это дополнительные катушки. Что эти катушки делают? Эти катушки, ну, вот вообще говоря, томография, томография, она создает изображение образца по срезам, да. То есть мы делаем большое количество срезов и по этим срезам потом строим красивое трехмерное изображение. А так вот, этот срез получается за счет того, что вот этот источник градиентного магнитного поля, он локально меняет напряженность магнитного поля. И мы получаем такой эффект, что у вас расщепление вот локально в этом месте, где мы применили градиент, оно отличается от расщепления в образце в целом. То есть, короче говоря, таким образом мы добиваемся локальности от отклика от образца, потому что мы ведь не можем сфокусировать радиоволны. То есть, говоря, мы можем их сфокусировать, но мы там говорим о каких уже метровых волнах, да, то есть, понимаете, инфрационный предел, как бы, точка фокуса будет больше, чем размер этого томографа. А вот за счет того, что градиентом мы управляем величиной расщеплением, мы как раз и добиваемся визуализации локальной ткани. Вот, все это облучается радиочастотным излучателем, от которого потом смотрятся авторичные отклики. И как раз в данном методе, да, вот к вопросу, что мы сделаем от, что мы сделаем с результатом измерения, мы аппоксимируем его экспонентой. В данном методе как раз измеряются, ну, не только, но в том числе. Время, с которым спины релаксируют. Время это зависит от локального окружения и, допустим, там для сосудов окружающая ткань, жировая ткань, опухолевая ткань, она будет различной. То есть, короче говоря, у нас на срезе наблюдаются разные расщепления и мы наблюдаем для них разные затухания. И примерно таким образом по срезу настроим изображение, ну, чего там, я не знаю, мозга. Короче, черт мог засунуть это и то же самое. Какие ядра мозга, что ли, поворачиваются? Ядра воды. Ядра мозга, это звучит как точка. У вас вода везде в теле находится. И эта вода находится в различном окружении. То есть, вы ориентируете протоны, которые входят в состав молекул воды, и их спинно-решеточная релаксация зависит от окружения. И из-за того, что в локальных разных местах спинно-решеточная релаксация разная, получается, что можно визуализировать, что здесь кто-то быстро затухает, здесь нет. А здесь дырка какая-то. Ой-ой-ой, тромбик. Ну вот, я к тому, что это применение ядерного магнитного резонанса, которое в широкой культуре известно намного больше, очевидно, чем в нейомерспекторскопии. Но нас в фрамках кругов, конечно, нейомерспекторскопия более интересует. Так вот, резюмируя, что мы можем делать с помощью нейомерспекторов? Во-первых, мы можем идентифицировать вещества и идентифицировать с большой точностью, то есть это примерно как область отпечатков пальцев для ИК-спектороскопии. Причем здесь идентификация происходит в растворе, да, то есть раствореды вещества. Во-вторых, можно расшифровать структуру неизвестного вещества, наблюдая положение пиков, какие-то химические сдвиги, как они расщепляются. Вот. И наблюдая еще дополнительные ДМР-спектры от 13-х сетов нублерода. Ну, это отдельная тема, мы как бы не будем это затягивать. Ну, в общем, можно расшифровать структуру неизвестного вещества вообще. То есть вам дали какое-то вещество, растворили, поставили ДМР-спекторометр, чуть-чуть подумали и собрали структурную филомолу. Ну и можно исследовать взаимодействие молекул в растворе, да, потому что большинство химических реакций, они, в общем-то, в какой-то жидкой фазе происходят. И можно наблюдать это по спектрам ЕМР-резонанса, как там происходит, какая кинетика реакции, сколько продуктов, сколько исходных веществ. Примерно области, в которых ЕМР-спектроскопия себя хорошо показывает. Ну, в чем очевидные минусы, например, с оптической спектроскопией? То есть это слабая очистительность и это стоимость приборов. То есть вот здесь для, скажем так, средненького 400 МГц спектрометра хорошо применяется правило миллиона долларов. Так что магниты очень дорогие. Хорошо. На этом я предлагаю нашу лекцию закончить. Если какие-то еще вопросы есть, то давайте. А вот еще вопрос по магниторезонансной томографии. Зачем там нужно? Еще раз про неоднородное поле магнитное, магдиентное. Да, да, я понял ваш вопрос. Если вы включите просто внешнее поле, то у вас будет расщепление ядер во всем образце одинаково. И когда вы их радиочастотами облучите, вы будете сигнал собирать как бы со всего образца, и фактически вы не сможете построить пространственное какое-то распределение его. Вот если бы мы могли радиочастоты, ну, представить, что мы их могли бы сфокусировать на миллиметрах, тогда мы могли бы радиочастотам по миллиметру посканировать объем образца, да, и сказать, что вот в этом кубическом миллиметрике у нас такой-то отклик, в этом такой-то, в этом такой-то и так далее, да, но поскольку с такими волнами это невозможно, то приходится вот этой пространственной селективности обеспечивать за счет изменения локального магнитного поля, да, и как бы уходить по частотам, немножко смекаться. То есть, получается, грубо говоря, как бы человек ложится вот на эту платформу, она так заезжает туда, и вот по мере того, как она заезжает, вот там, грубо говоря, меняется это вот... Момент заезжания, он только для доставки туловища внутрь и обратно, вот. А сканирование, оно же идет там часами, то есть, там, на самом деле, почему там говорят, что нельзя, допустим, шевелиться, потому что пока копится сигнал, если вы будете дергаться, то у вас какие-то срезы будут перемешиваться. Вот, то есть, там МРТ делается полчаса, час, и вот этот источник гранитного магнитного поля, то есть, ну, это набор электромагнитов, которые на них можно менять протекающий ток, и они там расположены по-разному, и просто управляя ими всеми, можно вот этот локальный гранит перемещать по образцу, ну, по человеку, так сказать. Поэтому вы понимаете, что люди, которые боятся радиочастот, типа, о, частоты, из-за излучения телефона, а вот МРТ не боятся почему-то обычно, они же думают, что там магнит, вы им не говорите, что там частоты, и не страшно. И шапочка из фольги. Еще вопросы? О, так. Магнит МРТ находится на всей окружности. Да, собственно, это просто проводящий, сверхпроводящий контур, потому что, ну, вам нужно очень однородное поле. Там, на самом деле, делают еще специальные ужинки, чтобы достичь однородности магнитного поля, это тоже отдельная техническая задача важная. Сверх. То есть, еще раз, мы вот за счет градиента делаем некоторые пространственные дисциплины. Селективность, да. С каждой точки. Вот потом мы собираем сигнал с каждой точки и делаем поправку на вот этот градиент, да, чтобы истинный конструктор получил. Ну, мы просто знаем, что у нас в этом градиенте мы по частоте сместились от частот, которые в остальном образце. То есть, от остального объема частоты мы отрезаем, а частоты вот из градиентного, из градиентной части мы анализируем. А ядро-то в магнитном поле дает расщепленные энергетические магнитные скепления, чем в магнитном? В электрическом? То есть, эффект штака для ядер. Слушайте, ну, у протона заряд есть, значит, должно щепиться, но я не знаю про скепление. Ну, вот дорого стоит, да, из-за того, что не скепление. Вот сверхпроводимый магнит – это самая дорогая штука здесь. То есть, вот так его сделать, закачать жидким гелием, его там обслуживать. Сплавы – это дорогие, там методы изготовления хитрые, поэтому стоимость тонографа – это во многом стоимость, конечно, магнита. Ну, и вот радиочастотное всякое оборудование тоже там нужно большого качества. Ну, то есть, например, как мы оптические приборы не делаем из оконного стекла, так у них, видимо, антенны посложнее устроены, чем там просто в магнитных. Так что, да, магниты, все магниты. Ну, знаете же, был вообще как-то, период развития физики, где очень горячей темой была высокотемпературная сверхпроводимость. То есть, это были работы, прям, я не знаю, сотни, группы прям соревновались. То есть, получить сверхпроводимость хотя бы при температуре жидкого азота – это вау! Это было бы настолько круто, невероятно круто. То есть, все вот эти штуки, они бы стали дешевле просто на разы, потому что с гелием же проблемы, да? Вы знаете, что гель сверхтекучий? Понимаете, что это на практике означает? Если вы его нальете в стакан, он просто через стенки вот так перельется, просто возьмет по стенкам, проползет наверх и перельется. А гелий, да, дорогой, его дорогой. То есть, азот – это фигня, господи, азот можно там позвонить по телефону, нам привезут дярчик с азотом, мы свой вытащим и нам нальют 20 литров, да? И стать это будет недорого. А гелий тяжело транспортировать, его тяжелее производить, поэтому гелий – это дорого. А в шариках там? В шариках он не жидкий. Да, естественно, я про жидкий гелий. Да, как его происходит? Ой, слушайте, ну это… Ну, очевидно, там нужны большие давления, низкие температуры. Вот, но… Его синтезируют или… Ну, изжирать, очевидно, из газа. Я не могу вам точно сказать, но, очевидно, нужно получить как-то газ. Кстати, гелия же еще и маловато в Корее у нас земной. То есть, его надо получить в виде газа, а потом газы… Ну, сам газ гелий, очевидно, не дорогой, раз он в шарике наполняет, да? Вот. А вот процесс сжижения, я думаю, что очень дорогой энергозатратный, то есть, большие давления, низкая температура. А потом это все закачать в какой-то дерг, который будет достаточно изолированный, чтобы гелий оттуда не утер. Да, и зачем надо взять этот мюнтер? Ну, вот надо взять. Посмотреть, замкнутый контур какой-то. Собственно, любые гелевые приборы, они вот в так называемом… Ну, как бы, почему в кавычках замкнутый контур? То есть, имеется в виду, что вы его там не открываете, не подливаете, а вот он у вас стоит, закрытый, и все, стоит, и ваше ничего с ним не делается. Это в какой-то момент, когда он герметизируется. И тут нужна ручка. И вы надеетесь, что вы к этому моменту подготовились. Знаете, почему гелий гелия называется? Это же от гелия, от солнца. Его впервые открыли в спектре солнца по… То есть, нашли новую полосу излучения, которую не наблюдали ни в каких земных минералах, и сказали, вот он гелий, солнечный минерал, которого нет. А потом от земной коры выделили. У нас тут тоже есть. Еще вопросики? То есть, вот МРТ, оно опухоли, да, у Саняки смотрят? Не обязательно сосуды визуализировать. МРТ, ну, как надо понимать такими? Это методы… Кстати, вот, у нас методы в основном то, что лежит в категории спектроскопия, то есть спектроскопические методы. А есть другой, широкий тоже… Ну, причем, вы уже поняли, спектроскопия бывает очень разная, да? Она прям совсем разная. Но у нее есть общее, то, что мы получаем какую-то зависимость чего-то от чего-то, да, то есть спектр в нем полос. Есть группа методов. Я на русском не знаю хорошего слова, но, в общем, по-английски называется имиджинг. А по-английски что-то… Ну, точнее, по-английски имиджинг, по-русски что-то типа визуализации. То есть методы визуализации. И вот МРТ – это метод визуализации. Рентген, если он просвечивается, а вы не смотрите рентгенов в лест-центр, это метод визуализации. Любые методы с МРТ-х исследования, то есть когда ультразвук используют, да, там, акустоптические есть. И вот методы имиджинга, они часто используют какие-то схожие базовые принципы, но настроены они на то, чтобы получить изображение. А уж изображение чего вы получаете, это дело десятое. То есть МРТ можно строить сосуды. Это важно, чтобы понять, не как там закупорок обнаружить, тромбы, какие-то дефекты развития и прочее. Да, можно находить опухоли всякие там прочее-прочее. То есть широкие очень. Микроскопия, на самом деле. Вот в видимой области метод визуализации – это микроскоп. А если вы микроскоп связь со спектрометром свертите, то получится имиджинная спектроскопия одновременно. Самый классный эксперимент. То есть вот эти опухоли, там, дефекты, они как бы воду поглощают, да? Просто в них есть вода, и это вода в другой концентрации, в другом окружении. Из-за этого другое время релаксации. На самом деле еще есть такая штука, как МРТ-контраст. Знаете, что он есть? МРТ-контраст. Ну, просто в поколении, в которой жизнь пришлась на время выхода доктора Хауса, все должны знать, что такое МРТ-контраст, потому что выводите контраст. Это вещества, которые изменяют времена релаксации, то есть сильно их изменяют. И таким образом контрастность картинки повышается. А по факту, ну, это какая-то жидкость, которая с кровью получается смешивается, она по сосудам растекается, и вдруг резко время от этого уменьшается. И вау, изначально эти контрастности больше стало. Много чего есть в этом мире, не в тесном. Так. Машкируют некоторые атомы, ядерные метки. Чего? Ну, бывает, маркируют, да, ядерные метки. Да, это ядерные метки. От них пытаются отказаться, потому что они радиоактивны. Внезапно, да. Ну, на самом деле, мало того, что они радиоактивны в плане, это вредно, просто всегда есть, кроме технических, научных аспектов, есть экономическая, там, юридическая сторона вопроса. И юридическая сторона вопроса в том, что на данный момент законодательство многих стран, оно очень жестко относится к обороту радиоактивных веществ. То есть, вы, например, можете заметить, вы, когда границы проходите, такие рамочки есть на пунктах. Эти рамочки, они на самом деле призваны радиоактивности. Определять, что кто-то ничего радиоактивного не может продащить. Типа, ран в кармашке. Типа, ран в кармашке. Но, типа, многие нестабильные затопы, вот они в медицине используются. То есть, этот затоп просто привязывается специфически к какому-то месту и дает радиоактивный сигнал. Но просто сейчас их сложно перевозить стало из-за того, что ужесточают. Ну, то есть, люди начали бояться радиации. Раньше не очень боялись. А потом случилось много разных неприятных сомнительных. Вдруг поняли, что радиация – это вредно. А вот в малых количествах? А в малых количествах очень полезно. Вот в малых количествах курятное излучение. Это с рентгена начинает? Сейчас. О, я вижу вопрос, чем отличается МРТ от КТ. То есть, у нас медицинская началась. Смотрите, КТ – это тоже метод томографии в том плане, что он строит по слою на изображение. Но КТ, он работает с рентгеном. То есть, КТ – это на самом деле очень продвинутый рентген. Такая флюшечка только стоит дорого. Вот как конкретно КТ работает, как КТ – компьютерная томография. Но как конкретно КТ работает, я не расскажу вам, потому что не знаю. А МРТ нельзя часто делать? Почему? Ну, если тебе хочется по часу там лежать, то, пожалуйста, хватит. К вашему вопросу о том, с какого метода… Ну, это, знаете, вопрос, какая минимальная вредная доза, да? Я имею в виду, как сказать-то? Ну, типа… Бессмысленно не бояться всяких микроволнов, радио. Да, бессмысленно. Они ничего не делают. Конечно. Они нагревают вас. У меня дядя просто по телеку услышал, что микроволнов вредный, и когда она работает, он меня отмотит всегда на метр. А вы ему подарите клетку Фарадея? Вот. Нет, я думаю, что нет. То есть эффект от таких волн сводится к нагреву. То есть вам что плохо в излучении, если оно создает у вас какие-то свободные радикалы в организме? Ионизирует. Да, ионизирует. И это где-то начиная с ОФ. Почему говорят, что, ребята, осторожнее с загаром? Потому что ультрафиолетиков вполне достаточно, чтобы ионизировать такие муки в вашем организме. Если он вам омонизирует какой-нибудь неудачный белок, то у вас внезапно что-нибудь растение, хороший начинка. А вот все, что ниже по частотам лежит, это слабее, чем свет. Ну, вы, как бы, смотрите, вы можете думать о том, какой, собственно, каков механизм взаимодействия излучения с веществом. Ну, он, ну, раскачивает он атомы. Ну, нагревает он вообще. Ну, может сильно нагревать. Вы знаете, как микроволновку изобрели? Чувак работал с радарами, и он носил шоколадку на грудном кармане. Постал перед радаром, потом, вау, шоколадка расплавилась. Такой, ммм, уволился и сделал патент на микроволновую печь. Ну, я не знаю, чтобы что-то появилось в полу микроволновку. Что? Чтобы какое-то влияние получило. Вы посмотрите на вашу микроволновку. Там прозрачная стеночка, это прозрачная стеночка такими ячейками покрыт. Как вы думаете, зачем эти ячейки? Ну, они экранируют. Нет, прозрачная наука экспериментальная. Давайте эксперимент поставим. Человек какой-нибудь, она получает. Ты хочешь кого-то запихать микроволновку? Вы запечь кого-то хотите? Мы в течение нескольких лет. Правильно, расходите по частям. Ой, доктор Менгель отдыхает. Так, короче, с дум я, наверное, сбрасываю, потому что наша 10 минутка кончилась. Да, у нас сегодня лабора, насколько я не ошибаюсь. Так что вы там делаете очередь, записываетесь. Но мы попытаемся работать, наверное, параллельно, потому что тут желающих там много, я надеюсь, что будет. А параллельно те, которые очень много, у вас будут работать здесь или не здесь? Не здесь. Нет, здесь будете сидеть, чтобы там не млячить в кабинете. Ко мне будете, да, это на фигуре не надо. А вот, как я люблю, да, излучение дезинфицирует. Ну, пока.